А сегодня мы с вами поговорим про то, как проводить собеседование, как это делать эффективно и получать максимум пользы для себя, для компании и для команды. Почему я об этом буду рассказывать? Потому что я являюсь практикующим психологом и сейчас в своей профессиональной деятельности компания меня приглашает для того, чтобы я на каких-то итоговых этапах пообщалась с кандидатом, определила, насколько он подойдет в команду, насколько он не подойдет в команду. Но ранее долгое время я была HR-ом в крупных IT-компаниях и на последнем месте работы вот так случилось, что мы за год закрыли более 100 позиций разработчиков. Из них, из 100 человек, которые мы взяли за год, ушел на испытательном сроке только один. Ну то есть как бы это очень такой высокий показатель. Мы этого смогли достичь с ребятами благодаря тому, что очень четко разделили между собой, кто за что отвечает и благодаря тому, что проводили собеседование вот в том формате, которым я вам сегодня буду рассказывать. Надеюсь, это окажется для вас полезно. В компаниях, в большинстве компаний существует стандартная такая схема подбора. Она состоит из четырех этапов. Есть где-то больше, где-то меньше, но вот такое общепринятое, чаще всего встречающееся. Первый этап – это открытие вакансии. Второй этап – это поиск и отбор кандидата. Третий – формирование предложения. И четвертое – закрытие или снятие вакансии. Каждый этап критично важный. Каждый этап имеет свое значение. И тому же формирование предложения к трудоустройству, когда мы прописываем джоб-офер с нашим уникальным предложением, с тем, что мы ждем, что будет для нашего же сотрудника представлено во время его работы. Нужно подходить серьезно. Но сегодня мы будем говорить про первые два этапа. Про этап открытия и про этап поиска и отбора кандидата. Существуют типичные ошибки при открытии вакансии. Например, не составление описания вакансии. Очень часто встречающаяся история, когда у нас открывается, например, вакансия, которая уже была полгода назад. Мы берем, копипастом снова вставляем и снова по этой же вакансии ищем. Это очень частая история. Или, моя любимая, посмотреть у конкурентов описание вакансии и искать вот такой же. Ну, как бы, а что, все то же самое. Ну, подумаешь, там, такой же разработчик. Это очень часто встречающаяся ошибка. Второй момент. Ищем человека-оркестр. Тот самый мой любимый фуллстек-разработчик. Все еще идут споры, насколько это мифический человек. Но когда мы ищем, допустим, разработчика, который будет отвечать у нас за тестирование, за дизайн, который еще непосредственно будет какие-нибудь сетиошные задачи закрывать, и будет сам себе секретарь, это прям утопичная задача и очень часто встречающаяся ошибка. Мы ее, бывает, оправдываем для себя каким-нибудь маленьким бюджетом, непониманием, что у нас будет дальше. Но на подбор непосредственно это влияет плохо. Следующая ошибка – это поиск такого же как. Это очень часто встречается у молодых темлидов, у неопытных темлидов, когда они ищут человека, например, с таким же включенным отношением к продукту и проекту, как у меня. Или когда темлид ищет вот такого же, как мой синер-разработчик, который пашет, который вообще очень крут, очень силен. Или кто-то там посетил какой-нибудь, опять же, метап, увидел какого-то спикера сильного, и вот мне нужен точно такой же. Я вот прям вижу, у него глаза горят, я интуитивно чувствую, что мне такой же нужен. Очень частая ошибка, потому что каждый человек индивидуален, и такого второго в любом случае не существует. А еще вот эта позиция про «ищу такого же», она не про описание вакансии. То есть, а как это мерить, как это замерять вообще, что значит такой же человек. И еще один момент, который тесно связан с отсутствием описания вакансии, это отсутствие понимания, зачем мне такой человек, на какие задачи я вообще сейчас ищу человека, что я хочу сделать. Мы часто в работе можем сталкиваться с тем, что, например, команда как-то перегружена, и мы думаем, надо разгрузить, и открываем вакансию. Или у нас какой-то там жесткий релиз маячит, и мы такие думаем, нам точно нужен еще один человек. На что? Зачем? Какие будут задачи? Мы не задаем себе этот вопрос. Поэтому, когда вы открываете вакансию, первое, что стоит себе спросить, это зачем. Зачем мне нужен этот новый человек? Какие задачи он будет решать в первую неделю работы и в первый месяц работы? Прям взять ручку с листиком и сесть и пописать. Не на ноутбуке, как вы это любите делать, а ручками, прям продумать. Эта история очень помогает в поиске кандидата, потому что то, что вы пропишете в его задачах на первой неделе и первый месяц работы, поможет сформировать уникальное письмо. Оно поможет вам отойти от истории с копипастом в первом письме кандидату и написать именно то, что будет для него интересно. Оно поможет вам выглядеть уникально. Это важно. Потому что так случилось, я думаю, вы знаете. Все-таки IT-рынок, он сейчас чаще про поиск холодных кандидатов, которые не находятся в поиске, у которых нет резюме, и нужно как-то к ним подойти с каким-то правильным предложением. Следующий вопрос, что я жду от этого кандидата во время вот этого недели работы, во время месяца работы, что будет для меня являться метрикой, что будет для меня являться показателем, что он делает свою работу так, как мне нужно. Это очень важный вопрос. Потому что здесь, опять же, если он сделал задачу на 70%, а не на 100%, это будет для меня считаться, что он подходит, что он хорошо работает, что он хорошо справляется с этими задачами. Если для меня стоит задача, чтобы он умел работать, например, с своей командой, как я это буду определять? Что здесь для меня являются этими самыми метриками? Следующий вопрос, который стоит задать, это требования хардскиллов, которые я прописываю, особенно как желательные. Зачем они мне нужны? Это прям вот любимая, знаете, любимая ошибка. Потому что бывает, ты смотришь описание вакансии, в которой ищет мобильного разработчика, сознание бэк-энда, фронт-энда, еще он должен быть про базы данных, и вдруг неожиданно еще немного и про дизайн, и про верстку. И не понимаешь. Мне бывает, ребята присылают, говорят, Настя, не можем найти вот на эту вакансию. Что не так? Я спрашиваю, зачем тебе вот эти 10 символов? Зачем это требуешь? Но понимаешь, мы думаем, что через год нам это понадобится в работе. Окей, через год, может быть, понадобится. А сейчас? Вот сейчас, когда придет тебе этот человек, зачем тебе от него вот этот набор огромных хардскиллов? Есть ли такое, что ты можешь, например, взять человека, которому просто пролонгировано будет, может быть, это интересно? Потому что чем больше вы прописываете требования в хардскиллы, тем больше вы усложняете себе на самом деле поиск и отбор кандидата. И то же самое касается софт-скиллов. Когда вы прописываете требования в софт-скиллы, если вы отходите от любимой схемы коммуникабельной, амбициозной и как там высокообучаемой, да? Если вы отходите от этой схемы и прописываете что-то туда еще, то что вы здесь имеете в виду? Опять же про того же коммуникабельного. Порой пропишет, мне нужен коммуникабельный разработчик в команде. Клево, что ты здесь имеешь в виду? Мне нужно, чтобы он был не зашурен, чтобы он в команде умел общаться. Окей, это одна история. А если мне нужно, например, чтобы он вместе со мной, перед инвесторами отстаивал внедрение там какой-то новой фичи, то это совершенно другая история, которую мы будем совершенно по-другому смотреть, которую мы будем совершенно по-другому замерять на собеседовании, и, возможно, более многогранно искать, например, у нас будет более масштабная карта поиска кандидата. Это важные вопросы, я вам рекомендую на них обратить внимание и при открытии вакансий к ним вот как-то, ну, их использовать для себя. Очень помогает построить эффективный процесс подбора, взаимодействие со всеми участниками подбора, со всеми, кто у вас отвечает за этот процесс. С HR, с рекрутером, с вашей командой. Это помогает распределить между вами ответственность и понять, кто что мерит. Вот в том примере, который я вам описывала про свой опыт, работа была построена на том, что техническая команда отвечала за технический отбор, то есть проведение технического собеседования. HR отвечал за софт-скиллы, за то, насколько человек впишется в работу в этой компании. Team Lead отвечал за софт-скиллы в контексте отдела группы, насколько человек впишется вот в эту именно, в его коллектив. Когда вы составляете, вот совместно обсуждаете и составляете такой общий портрет кандидата, он получается более объективным. Вы здесь автоматически отходите уже от истории, что я ищу такого как, потому что у вас есть еще какие-то люди, которые говорят вам, нам нужно вот это, а вот это не нужно. Вы здесь сразу же прорабатываете стратегию поиска, потому что сейчас действительно очень здорово, и чары имеют представление чаще всего, где, на каких ресурсах можно искать разработчиков. Но не всегда. И тем не менее, даже когда это так, вы как руководители, как люди, которые относятся больше к техническому миру, имеете большее представление о том, где тот самый ваш человек. Отвечая на те самые вопросы, вы уже такие про себя можете подумать, так, вот такого человека можно встретить на вот этой конференции, вот такого на этом этапе. А вот этого я на хабре каких-то ребят встречала, которые обсуждали про эти хардскиллы. И вы тем самым можете расширить вот эту вот, опять же, карту поиска, помочь вашему HR найти более подходящих кандидатов. Вы, обсуждая с командой и с HR, процесс подбора, вы сразу проговариваете правила. И это очень важная история. На форумах антиработодатель можно встретить крайне часто от больших компаний историю, они меня шесть раз пригласили на собеседование и шесть раз спрашивали одно и то же. Или вот моя любимая, они меня каждое собеседование спрашивают, почему я хочу менять работу. А я вообще не хочу, они меня сами позвали, они меня зачем-то об этом спрашивают. Когда вы проговариваете правила, когда вы определяете, кто на каком этапе, в каком направлении задает вопросы, вы минимизируете риски того, что будут задаваться вопросы одинаковые. Вы тем самым подходите к более качественному подбору, вы тем самым следите за вашим брендом. Это непосредственно связано с вопросом этики. Потому что, опять же, ну представьте, насколько дискомфортно кандидату слышать одни и те же вопросы из раза в раз, которые ничего вам пролонгировано не будут давать. Поиск супергероя, как я вам говорила выше, про Человек-оркестр, это очень нудная, очень трудоемкая и на самом деле крайне редко выполнимая задача. Ее любят все. Я не встречала ни одного темлида, с которым лично знакомы, друзей, коллег, с кем-то вот с кем общалась, кто бы не искал того самого супергероя хоть раз в месяц так на 3-4 застрять в этом поиске, который вот человек, который сделает мне все. Когда это возможно, лучше, если у вас есть много задач, которые необходимо решить, когда это возможно, здорово пробовать пытаться разбить вакансию, разбить ее на какие-то там подвакансии, как-то повзаимодействовать с этим. Опять же, список, который я вам выше приводила, вам в этом в помощь. Но вот откажитесь заранее от идеи про поиск вот этого идеального человека. Его не существует вообще. Меня очень часто спрашивают, Настя, что можно спросить, чтобы быть уверенным, что этот кандидат точно нам подойдет, что вот этот тот самый человек, еще он мой любимый, знаете, что можно спросить, чтобы быть уверенным, что он мне не врет? У меня есть для вас отличный ответ. Прям вот лично, от меня вам. Никогда никому об этом не рассказывала. Вопроса такого не существует. Никакой вопрос, прям заданный супер верно, если вы, конечно, там не привели на собеседование, там не принесли детектор лжи, нейрофизиолога, какого-нибудь суперпсихолога, психолингвиста, 10 HR-ов, вы такие все одного кандидата обзамеряете, и то вряд ли это вам будет гарантировать стопроцентно. Потому что, ну, опять же, мы все индивидуальные, у нас может что-то меняться. Вот сегодня кандидат очень сильно хочет попасть в вашу компанию, и он вот отвечает так. А завтра у него что-то вдруг поменялось, и он отвечает чуть-чуть по-другому. Риски всегда остаются. И то, что вы делаете, когда осуществляете качественный отбор, который направлен не только на хардскиллы, вы выявляете эти риски, и вы прогнозируете их, но вы не можете их исключить полностью. Это важно понимать. Что можно сделать для того, чтобы минимизировать те самые риски? Во-первых, когда вы общаетесь с кандидатом, задавайте за один вопрос. Например, моя любимая тоже. Почему ты уходишь из этой компании? Тебе там не нравится? Коллектив плохой? У тебя с руководителем были ошибки какие-то? Кандидат слышит четыре вопроса. Для вас это вопрос про одно и то же. А для него это четыре разных вопроса. Он выявит какой-нибудь один, который для него будет максимально удобен, и будет на него отвечать. И это сложно. Держать себя на одном вопросе очень сложно, потому что хочет быстрее, почему он там нудит, надо же, чтобы вот уже идти, у меня там полчаса обед уже скоро. Но это важно, и вам держаться в фокусе поможет для более качественной проработки. Потому что есть такая история, как воронка «Почему, зачем и как?» Воронка «Почему, зачем и как?» помогает вам в рамках одного вопроса раскручивать кейс, который будет вам более качественно показывать, что у кандидата лежит и в той же мотивации, и в компетенциях, и вообще, что за вами за человек. Например, почему ты хочешь сменить работу? Потому что у меня нет карьерного роста. А зачем тебе карьерный рост? Я хочу через три года стать техническим директором. Отличная цель. А как ты к ней собираешься идти? Или а как ты к ней идешь? Оба. Я не знаю, я не задумывался. Или оба. А у меня здесь целый план, и вы для меня одна из... Вы вот маленький шаг в моем плане. Я у вас полгода поработаю, через полгода еще пойду. Эти вопросы не обязательно должны начинаться с «почему, зачем и как?» Они просто лежат в этой плоскости, когда вы спрашиваете, почему это было так сделано, какая у этого была цель, и как, какие шаги были сделаны. Держать каждый кейс вокруг этих вопросов очень полезно. Следующее, что может вам помочь минимизировать те самые риски, это не додумывать за кандидатом, а уточнять. Даже когда все понятно, даже когда вот он уже там по кругу идет. Реальный кейс, когда кандидат на собеседование сказал, что он уходит с текущего места работы, потому что отношения с руководителем там складываются не так, как он хотел бы. И тем лид не стал уточнять. Ну, он как бы послушал, такой, ну, типа, конфликт. Все понятно. А на самом деле в компании, в которой работал кандидат, пригласили тем лида из, ну, там, из зарубежной страны, не скажу сейчас откуда, и он англоговорящий. А этот самый кандидат плохо говорит на английском, и он просто его не понимает, и они не могут на этом этапе сконнектиться. У них нет никакого конфликта. У них просто есть лингвистический барьер. Но тем лид, который оценивал, он реально сделал вывод, что у него конфликт. Что он не умеет работать с руководителем. Все там, знаете, как всю вот эту историю его жизни на одном ответе построил. Это очень частая ошибка. Она связана как раз с этим нетерпением, и быстрее, да и так все понятно. Но она лишает вас возможности построить такой более качественный портрет кандидата. Следующее, очень взаимосвязанное с предыдущим, не перебивать. Слушать кандидата и не перебивать. Опять же, когда даже он нудно говорит, когда он вас раздражает вообще, говорит об одном и том же, или там плохо говорит про ваш какой-то проект, да, нужно его дослушать, нужно покивать, обсудить, а почему ты так считаешь, а зачем ты это сейчас говоришь, а как ты думаешь, что это можно изменить, да, почему, зачем и как. Но не перебивать. Конечно, это не относится к истории, когда он как-то себя хамски ведет, но это относится к истории, когда он описывает вам какой-то кейс. История про то, что собирать у прошлого работодателя рекомендации на кандидата, это прям самая частая причина споров с моими темледами знакомыми, надо или не надо это делать, и надо или не надо сообщать кандидату о том, что мы будем вот звонить бывшему работодателю. Вы как считаете, надо? Поднимите руки, кто считает, надо. Как нас немного. Я тоже считаю, что надо, и надо уточнять и предыдущего работодателя, и надо кандидату сообщать об этом. Потому что не всегда кандидат в открытом поиске, и если мы звоним его текущему работодателю и говорим, у меня тут твой человек на собеседовании, мы можем поставить кандидата в очень неудобную ситуацию. Мы портим тем самым себе бренд, потому что кандидат может обидеться и пойти на рынке рассказать, что вот эти люди со мной вот так вот поступили. Здесь часто бывает так, что мы боимся, что он дает такие контакты людей, которые скажут о нем хорошо. Вот у меня мои разработчики, ребята, они очень любят давать мои контакты. И что, Настя, посоветуй, вот расскажи обо мне там. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что вы представьте себе, у человека точно есть человек, еще один, который о нем очень хорошее мнение. Это же здорово. Во-вторых, вам никто не мешает проводить с рекомендателем ту самую воронку почему, зачем и как. Почему он у вас был на этом проекте? Потому что мы видели, что с его качеством кода это будет здорово. А какая была цель, чтобы он оставался в этом проекте? И в чем был этот вопрос про качество кода? Он вам там говорит, ну, потому что он там медлителен, но зато там вот все про наши мануалы. А как вы решали с ним это взаимодействие? А как вы строили с ним это взаимодействие? Вы все то же самое делаете с рекомендателем. Очень важно вопросы к рекомендателю строить, основываясь на том, где у вас на собеседовании вопросы возникли к самому кандидату, и где у вас на собеседовании к нему загорелась искра. Вот если вам очень понравилось, что кандидат, тоже реальный кейс, тем ли, очень понравилось, что кандидат такой, типа, я всегда не против перерабатывать, я готов выходные, вообще я прям такой трудяга, очень-очень все это прям люблю. А когда начали звонить рекомендации, узнавать, оказалось, что он уходит, потому что у него постоянный конфликт, а тема того, что ему вот в 6 часов уйти, и вообще ни минуты позже. Вот очень важно задавать вопросы как раз о том, где вы усомнились в его опыте, и где вас наоборот это очень зарядило. Узнавать реальный опыт, который был. Есть такая история про компетенции сотрудников. В некоторых компаниях есть карта компетенций, по которым проводятся собеседования HR-ами. Там, где нет, я вот вам предлагаю 5 ключевых компетенций, которые, например, я, вне зависимости от того, в какую компанию меня приглашают, есть у них карта компетенций, нет у них карты компетенций, я провожу по ней вот такой вот опрос и работу с кандидатом. Это коммуникабельность, командная работа, гибкость, обучаемость и планирование. Я убеждена, что в любой компании, в стартапе, в большой компании, даже если он там индивидуальный предприниматель, сам на себя работает, и зачем ты меня позвал, чтобы я его, да, пособеседовала, эти 5 компетенций будут очень важны, потому что сейчас такой рынок, потому что каждому из нас на удаленной работе, не на удаленной работе, нужно уметь работать в команде, нужно строить коммуникации, нужно обучаться, нужно быть гибким, нужно уметь планировать свою загрузку. Как это можно замерить? Как можно замерить коммуникабельность? Во-первых, мы смотрим на то, как кандидат рассказывает о себе и что он рассказывает, как часто он использует «я», «мы», «они», вот какие у него в рассказе местоимения в большей части встречаются, как он вообще несет себя, или он ждет все время от вас вопрос, или он готов о себе что-то рассказывать, идет ли он вообще в диалог. Еще можно задать вопрос, какое вы вообще не предпочитаете, письменное или устное. Сейчас очень многие разработчики говорят о том, что мне удобнее общаться в Телеграме, в Слаке, я не люблю осные встречи. Но тем не менее, у нас часто есть там стендапы, ретроспективы и так далее, где нам нужно, чтобы разработчик умел говорить и мог говорить. И многих вызывает это проблему. Когда мы знаем, что у нас в корпоративной культуре нашей компании, нашего отдела это стоит как ценность, нам нужно на это сразу обратить внимание. Вот один из вопросов, который можно задать. Очень важно здесь, почему так. Потому что некоторые, например, говорят, потому что я не люблю общаться, потому что стендап это нудно. Вот я стою и слушаю, что-то о себе я говорю, что это за демагогия вообще такая. И здесь мы можем подумать, а не конфликтный ли у нас человек, например, поставить такую гипотезу. Еще один вопрос, который можно задать, это что важнее тебе, слушать или рассказывать о себе? Внимание, спойлер, чаще всего отвечают, мне важнее слушать. Потому что рассказывать о себе, это сложно, это как бы надо знать себя, а что, я ничего не представляю из себя, чего я вам расскажу. Бывает так, что за этим, например, может скрываться тот самый синдром самозванца. Допустим, вам, если вы его потенциально руководитель, вам об этом хорошо бы знать. Потому что человек в синдроме самозванца, он может обесценивать себя и обесценивать команду. И у вас могут возникнуть, опять же, конфликты. Это история неоднозначного ответа, это не история про то, что он сказал, что я люблю больше слушать и все точно, он самозванец, и вот мы с ним не будем работать. А это история каких-то гипотез, когда вы можете дальше с ним общаться и спрашивать его, а почему так, а зачем тебе это нужно, а как ты с этим работаешь. Следующий момент, работа в команде. Что вы предпочитаете, работать в команде или в одиночку? Очень хороший вопрос абсолютно ко всем. Собеседуете вы удаленного человека, неудаленного. Здесь важно понять, почему, потому что, например, некоторые люди говорят, я люблю, чаще всего, социально такой одобренный на собеседование ответ будет, я люблю работать в команде. А почему? Они говорят, потому что, когда ты с кем-то можешь поговорить, кофейку попить, это же хорошо, это же здорово. И здесь бы здорово спросить, здорово, спасибо тебе, а что насчет работы в команде? Как тебе нравится работать в команде или работать одному? И это вот будет про разное. Очень многие кандидаты это путают и считают, что работа в команде это про то, что мы вместе делаем какое-то дело, а потом можно чай попить. Еще один момент, как вы реагируете, когда они не согласны с той реализацией, которая согласована команда. Это про то, что может ли кандидат противостоять мнению команды и отставить свою позицию. Очень важный вопрос, особенно если вы делаете какой-то такой новый продукт, новый проект, где важно вот это столкновение, в хорошем смысле столкновение разных мнений, чтобы он умел свое какое-то предложение отстоять, чтобы он не был про то, что я всегда, вот как главари сказали, так я всегда с этим и соглашусь. Еще один вопрос, насколько для вас важны командные мероприятия? Сейчас прекрасные HR работают над корпоративным духом, над корпоративным брендом, и все больше в компаниях внедряются и все больше в компаниях внедряются ничего себе, и все больше в компаниях внедряются тимбилдинги, и вот эта вся история. Если у вас кандидат на собеседование говорит категорично, что нет, я вообще не люблю тимбилдинги, мне это все не подходит, мне это все не нравится, Для вас это может быть определенная зона риска, что он, возможно, с командой нашей не сможет взаимодействовать. Гибкость. Один из самых важных киллов сейчас, потому что рынок IT очень быстро меняется. И здесь мы можем спросить, с какими самыми трудными изменениями вы сталкивались в своей карьере, прогнать его снова по воронке, почему, зачем и как, почему это было так и зачем. И как вы меняете свое расписание, если происходит что-то незапланирование. Незапланирование. Здесь уже есть взаимосвязь про его планирование своего рабочего дня, про планирование его загрузки. И для нас это будет очень важный вопрос. Сам вопрос про планирование. Очень его люблю, он очень такой сложный для многих. Как вы расставляете приоритеты в своей работе, если у вас несколько надвигающихся дедлайнов? Такая классика жанра, да, про то, насколько человек может приоритизировать свои задачи. И вопрос, если вам менеджер дает большую задачу в конце дня, как вы будете реагировать? Очень многие менеджеры говорят, что мне нужно, чтобы он на это согласился. На самом деле, если у нас в анамнезе кандидата есть то, что он ушел с предыдущего места работы на фоне выгорания, а выгорание у него было из-за перегрузов, и здесь он на этот вопрос отвечает, что я возьму это в работу, для нас это потенциальный риск, что он здесь снова перегорит, потому что будет перерабатывать, и у него, возможно, вот есть проблема с тем самым внесением себя и отстаиванием своей позиции. И здесь очень-очень-очень-очень много рисков нарисуется. Обучаемость. Какие конференции вы посетили за последнее время? Какой доклад был самый интересный, и что вы из этого применяли? Вместо конференции можно поставить любое. Книга, статья, митап и так далее. Очень, я, знаете, люблю еще спросить, это была твоя инициатива или инициатива компании? Потому что это правда, сейчас очень многие приезжают на конференции, ходят на митапы просто потусить. Они не берут никакой информации, ничего полезного, а просто, ну, вислы же еще, особенно когда хорошая автопатия, прям. И это тогда не про обучаемость, или это еще бывает, знаете, про такой паразитизм на своей компании, когда вот я езжу везде, куда меня пошлют, куда меня одобрят. Очень важно понимать, что как мы выбираем, так и нас выбирают, и некоторые вопросы, некоторые комментарии стоит оставлять про себе. Например, планируете вы рожать и когда? Это, конечно, чаще вопрос, который слышат девушки все еще. Но буквально недавно со мной поделились кейсом, что молодой человек на собеседовании узнали, что он недавно женат, и у него тоже спросили, а когда вы планируете, чтобы семья расширялась? Вопрос ничего не дающий. Даже если вам девушка ответит, если вы любите задавать этот вопрос, она вам ответит никогда. Но как бы ничего не гарантирует, что она вам не врет, или что она не думает о каких-то таких возможностях. Почему вы не замужем или вы не женатый? Я ума не приложу, зачем этот вопрос. Но это просто какой-то, как это говорится, зашквор. Вопрос ничего не дающий. В контексте его софт-скиллов он абсолютно ни о чем. Вопрос, квартира своя или съемная, или есть ли здесь ипотека. Мне бывает обосновывают, Настя, ну ты чего? Если у него есть ипотека или он снимает, то для него очень важно работать на одном месте, потому что для него деньги очень важны. Ну вот нифига подобного. Сейчас любой разработчик, ну там практически любой разработчик, может менять работу каждые 2-3 месяца и каждый раз получать нормальные деньги. Потому что на рынке есть потребность. Вопрос о съеме ничего не будет давать. Комментарии в стиле проекта, который вы делаете коричневого-вонючего цвета. Он вообще не уместен на собеседовании, даже если это ваше мнение. Разбор его проекта, продукта, на котором он сейчас работает, с комментариями о том, что ой, я тебе там вот единицу поставил, потому что курьер от вашего продукта не приехал ко мне вовремя. Вообще не уместен здесь. И вопросы в стиле, а как ты сам считаешь, ты крут? Он только про то, насколько скромен кандидат. Но он опять же ничего не покажет, ничего не даст. Совершенно не нужно спорить с кандидатами, вступать с ним в спор, даже если вы уверены, что его нужно научить чему-то, дать ему какой-то полезный профиль, не нужно с ним драться уж тем более. Знаете, у меня были и такие случаи. Собеседование – это всегда инструмент работы с брендом. И всегда нужно помнить, что кандидат, уходя с собеседования, может рассказать о вас как хорошее, так и плохое. И еще важно помнить, что кандидат, который нам сегодня не подходит, вполне возможно подойдет нам завтра. У меня была история, когда я сама искала работу, пришла на собеседование, а там все три, представляете, тех ли да, которым я когда-то отказывала после собеседования. Ой, было страшно. Но все хорошо обошлось. Вот здесь QR-код с очень годными вопросами в статье, которые нацелены на софт-скиллы. Я вам их рекомендую почитать, они очень полезны будут. Спасибо вам за внимание. Есть возможность задать вопросы, я думаю. Привет, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вот ты сказала, что не стоит перебивать кандидата, если такая ситуация, у нас довольно часто бывает, время на собеседование достаточно ограничено, и когда человек начинает очень сильно распыляться, мы просто не успеваем задать все вопросы, которые нас интересуют. Что ты посоветуешь делать в этом случае? Спасибо за вопрос. Я рекомендую, во-первых, на собеседование всегда закладывать времени чуть-чуть с запасом. То есть если стандартное собеседование укладывается в час, закладывается в час 15. Это первое. Во-вторых, кандидату обозначать в самом начале интервью, когда мы представляемся, мы кандидату озвучиваем правила, что сегодня будет. И мы ему говорим, у нас сегодня собеседование с тобой на час, я, возможно, буду местами тебя попросить как-то ускориться или какие-то вопросы уточнять чуть сдержаннее, для того, чтобы мы уложились. Вот эти правила в начале сказать. Если кандидат очень много распиляется и время поджимает, на моменте, когда он закончил, сказать ему, спасибо тебе, давай мы к этому не будем сейчас больше возвращаться, потому что у нас осталось очень мало времени. Опять же, когда кандидат так много о себе говорит, одного и того же мы здесь можем строить какие-то гипотезы. Например, что он очень тревожный. Или, например, что у него коммуникативные навыки, навык эффективной коммуникации развит очень слабо. Он не представляет, не может фокусироваться на единой цели ответа. Но здесь действительно хорошо помогает проговорить правила в самом начале и потом вот к ним апеллировать несколько. Спасибо за ваше выступление. Вы упомянули, что бывает такая штука, как паразитирование на компании. Сталкивались вы в своей практике, что была другая ситуация, зеркальная, то есть паразитирование компании на сотрудники. И как вы с этим боролись при собеседовании? Я с этим не боролась. Никогда такого не было? Нет, понимаете, смотрите, когда кандидат говорит о том, что меня жестоко эксплуатируют на работе, и я ухожу, потому что меня это утомило. Это очень часто встречающаяся кейс. Я, например, дальше начинаю спрашивать, а как долго это происходило? Он говорит, год. Я говорю, классно. А что ты делал для того, чтобы это перестало быть таким? Ничего. У нас такая корпоративная культура, там все пашут. Мой любимый ответ вообще. Там все пашут, поэтому и я пахал. Класс. Потому что вот эта история про то, что компания на мне паразитирует, извините, пожалуйста, она очень часто связана с тем, что кандидат сам не представляет свои границы, не может их выстраивать, отстаивать, впадает в ту самую там условно жертву. Ну, сейчас вот без диагностик, но вот в таком формате, да. Им очень удобно потом на собеседовании сказать, что все так случилось, не потому что я не умею отставить свои позиции. Потому что компания такая. Как-то так. Анастасия, спасибо за доклад. Вопрос следующий. Если в процессе собеседования понимаешь, что не подходит человек, можно ли закрывать собеседование? Понятно. Нет. Как-нибудь поясни, пожалуйста. Если вы в процессе собеседования видите, что кандидат вам не подходит, и кандидат этого не понимает сам, не нужно останавливать собеседование, доведите его, ну, то есть до какого-то конца, там, если оно у вас трехчасовое, а вы после 40 минут поняли, то, конечно, не надо все три часа вести. Как-то там минимизируйте эту историю, да. Но это вам поможет дать хороший фидбэк. Например, практика очень многих компаний крупных, написать фидбэк о том, что нужно почитать, в какую сторону стоит поразвивать себя, и они тем самым для себя формируют пласт кандидатов, которые потом к ним вернутся, уже с проработанным вот этим материалом. Но вы можете кандидату ненавязчиво продемонстрировать, да, что там, как ты сам считаешь, как ты отвечаешь на вопросы. И если кандидат говорит, слушай, я вижу, что я вообще никак не отвечаю, да, вы здесь потихоньку, корректно, правильно, вот как бы бережно, да, можете завершить историю про то, что, чувак, ну, ты вообще просто... Нет. Такое бывает, это просто не перестает поражать, но так не стоит делать. Добрый день, Дмитрий Шафранов, Кабаконтур. Такой вопрос. Анализируете ли вы страницы в соцсетях кандидатов перед собеседованием? Перед собеседованием? Ну, да, там контакты, инстаграмы, и так далее. У меня, знаете, есть тренинг о том, как проводить собеседование. И я на нем рассказываю, и чары меня за это не очень любят, что даже резюме не надо читать перед собеседованием. Резюме нужно читать там либо утром, если у вас собеседование вечером, либо вот за день до, для того, чтобы вы на собеседование, на встречу приходили к человеку, а не вот к этой бумажечке, которую вы прочитали. Я не смотрю соцсети перед собеседованием, потому что тогда у меня будет смазанное представление о человеке. Оно будет построено на каких-то моих ощущениях, которые я там словила. Может, у него там какая-то, не знаю, фотография его на даче с пузиком, а меня от этого там рикошетнет. Это будет неэффективное собеседование. После вполне можно, да, посмотреть. И опять же, не углубляться в то, что вот если у него там это пузико, значит, он не подходит для нас. Нужно понимать, что когда мы составляем написание вакансии, если у нас там есть критерий, что у него не должно быть пузико, тогда, может быть, это будет каким-то показателем. А так нужно понимать, зачем. Зачем я смотрю его соцсети, что я хочу увидеть и что я там вижу. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Тап Клэп. Вопрос следующий. Может быть, я упустил. Не упомянули обсуждение денег с соискателем? В каком плане? Вот на базаре два хитреца. Вот этот иногда встречаем некий торг со стороны соискателя, со стороны, получается, работодателя, когда все пытаются как-то уйти от точной суммы и начинается вот эта вот ваша комфортная сумма. Вот здесь, может быть, своим опытом поделитесь, и особенно, если это касается вакансий, где четко не указана даже вилка, когда, так говорят, идут от соискателя. Какой опыт у вас? А вас интересует этот опыт со стороны кандидатов или со стороны тех, кто отбирает? Со стороны тех, кто набирает. Как они решают выявление, вот эту грань, когда ты не переплатил с одной стороны, но все-таки человека удовлетворил? Смотрите, опять же, меня не очень любят за это, но я всегда поддерживаю историю про четко прописанные грейды. Когда я понимаю, что, например, на 10 рублей человек должен знать вот это, вот это, вот это, обладать вот этими знаниями, потому что на амбординг я буду тратить вот такие-то, такие-то деньги. И далее по возрастающей или по уменьшающей. И если приходит кандидат, например, он просто потрясающе нам нравится, там, по софт-скиллам, но по харду он не проходит и попадает там, ну, в первый грейд, да, там, ну, в зависимости, у кого-то первый это низкий, у кого-то пятый это низкий, неважно. Я не даю ему выше, вот только за то, что он мне понравился. Потому что когда у вас есть четкая система грейдов, вы можете команду держать в фокусе, и у вас тогда вот эта конкуренция, что два одинаковых разработчика получают один там 10 рублей, а другой 100 рублей, она минимизируется. Вам это дает опору в ответе на эти вопросы. Если у вас нет грейдов, прописанных на уровне корпоративной культуры, очень здорово самому с своей командой, ну, вот не в смысле с каждым из сотрудников, составить некий там план своей команды, кто у меня что за что получает, какие деньги, как я могу это соотнести с грейдами, и тогда выступать некий диалог. Я не поддерживаю историю про перекупку кандидатов, потому что когда вы перекупаете кандидата только на деньги, это бывает вопрос того, что потом придет другой дядечка, предложит ему на 10 рублей больше, и он идет вот в ту компанию. Надеюсь, я ответила. Еще один вопрос. Еще один вопрос. И все. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня зовут Данил. Вопрос немножко, может, глупый. Вот про ошибки вы говорили. В ошибках указано. Не искать такого, как... Я не докручу. И в процессе разговора выяснилось. Такого, как я, скажем. Ну вот, меня когда искали, да, я оказался идеальный кандидат. Меня взяли. И мне кажется, что я хорош. И мне кажется, что я должен искать такого, как я. В чем ошибка? Почему плохо это? То есть ошибка у меня ассоциируется со словом плохо. Почему это плохо? Потому что такого, как вы, сможете найти только вы. И если вы, например, заболеете... Ну, допустим, на полгода. Вот вдруг что-нибудь по тату, конечно. То никто, кроме вас, такого, как вы, не сможет отобрать. Это раз. Два. Это неформализированное требование. Ну, знаете, это вот как искать человека с блестящими глазами. Как ты будешь это замерять, блески его глазах? Нет, я понимаю. Я тоже не стал там описывать, что у меня есть там вот такие навыки, вот такие хардскиллы, такие софтскиллы. Ну, в базе моей, когда я устраивался. То есть это понятно, что оно есть. И это, ну, там четко прописанные какие-то пункты. Вот я же их понимаю. Когда вы говорите про то, что у вас есть четко прописанные пункты, вы говорите о том, что у вас есть описание вакансии. А то, что я вам предлагала, это когда нет описания вакансии, а я вот интуитивно знаю, какой мне идеальный человек, похожий на меня, нужен. С такими же там кудрявыми волосами, карим, взглядом. Вот про это все. Простите, то есть я правильно понял? Мои четкие, ну, вот эти позиции – это хорошо. И, в принципе, если я к этому еще уложу там свое вот это личное мнение, интуицию и прочее, это будет хорошим дополнением. Да, если вы будете его понимать и обосновывать, зачем вам это нужно, вот в первом вопросе, да, который «зачем вам нужно, чтобы вот было так», то будет вообще идеально. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok